Программу «Здесь и сейчас» представляет Уральский институт кардиологии. Специализированная кардиологическая помощь на уровне мировых стандартов. Здравствуйте, я Татьяна Кремина здесь, и прямо сейчас мы будем говорить о здоровье, о том, как наполнить себя жизненной энергией с помощью восточных практик. Вот такая тема у нас сегодня интересная, поэтому бросайте все свои дела и присоединяйтесь к нашему разговору. Уверена, что каждый из вас услышит для себя нужную полезную и интересную информацию. Сегодня в программе принимает участие руководитель Центра восточных практик «Белый тигр», инструктор даосских практик Наталья Фоминых. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте. И инструктор Центра восточных практик «Белый тигр», победитель профессионального турнира «Звезды» на тайском ринге Андрея Фоминых. Андрей, я вас приветствую. Здравствуйте. Рада очень вас сегодня здесь видеть. Раз мы говорим сегодня о том, как наполнить себя жизненной энергией, да, как восстановить свою жизненную энергию с помощью восточных практик, то первый вопрос, конечно, да, вот, а куда мы эту жизненную энергию с точки зрения восточных практик теряем? Где мы ее расходуем? Почему мы иногда чувствуем себя такими обесточенными абсолютно, знаете, с синдром хронической усталости, с полной апатией, с каким-то нежеланием вообще к чему-то новому? Почему это происходит? Где мы это теряем все? Ну, с позиции даосской философии, у нас внутренние органы связаны с определенными эмоциями, и чаще всего мы расходуем энергию на чрезмерные эмоции, переживания, какие-то тягостные размышления, раздумья, когда мы варимся в какой-то вот, ну, в проблеме, в ситуации, да, и здесь, ну, можно сказать такой момент, что чаще всего говорят, что эмоции бывают там позитивные, негативные, на самом деле все эмоции нам нужны и все важны, потому что, ну, если бы у нас не было страха, мы бы там куда-то там падали, да, там калечились там или что-то себе там травмировали, если бы там не было, например, отвращения, да, мы могли там кушать там испорченную еду какую-то там или еще что-то, и все вот эти эмоции наши, они должны быть, ну, в меру, да, ситуативно, да, вот именно в определенный момент, определенное количество гормонов, вырабатывающих эту эмоцию, и когда у нас вот перекосы какие-то возникают, да, когда мы зацикливаемся на каких-то ситуациях, обстоятельствах, когда у нас появляются, ну, какие-то немотивированные там страхи или там еще что-то. Злость и агрессия какая-нибудь. Злость и агрессия, да, когда мы не можем остановиться, потому что, ну, что-то нас там сильно завело, и не знаем, не умеем, да, как это там сделать, как там можно трансформировать там эту энергию там или как-то преобразовать, и вот, собственно, основная часть вот нашей энергии, да, она уходит вот туда, вот. И даотские практики, в частности, которыми я занимаюсь, они могут способствовать... Восстановлению? Донсированию, да, уравновешиванию эмоций, успокоению ума, чтобы у нас не было вот каких-то все время, ну, таких однотипных мыслей о чем-то беспокоящем нас. И в частности, ну, физические какие-то упражнения, не обязательно это могут быть даотские практики, там, цигун, тайцзи, могут это быть единоборства для того, чтобы сбросить, да, вот какое-то свое агрессивное там состояние, да. При этом у вас тело работает, вы успокаиваетесь. Да-да-да, голову лечим ногами. Есть какие-то силовые виды йоги, да, тоже, если, например, психотип человека такой, он более активный, он может, ну, выносливость такая хорошая есть, да, могут какие-то силовые такие вот виды спорта, практик применяться. Когда мы приходим на занятия, мы начинаем слушать свое тело, мы начинаем что-то делать, как минимум мы смотрим за тем, какое положение принять, да, где у нас там руки, где у нас ноги, как там корпус нужно развернуть там, да, и так далее. И мы уже, да, и мы уже начинаем отключаться как бы вот от беспокоящих нас каких-то бытовых проблем, там, ну, ситуаций каких-то, и всё больше погружаясь в тело, мы успокаиваемся, уравновешиваемся, и тем самым приходим в такое ровное состояние, когда нам просто хорошо, у нас тело расслабилось, поработало, мысли успокоились, эмоции уравновесились, и чем чаще мы пребываем в таких вот состояниях, тем у нас, ну, собственно, не расходуется энергия попусту, а наоборот она накапливается. Восстанавливается, она может, да, таким образом восстанавливаться? Да, она таким образом восстанавливается. Более того, есть даотские комплексы, которые позволяют восполнить частично нашу изначальную цель, так называемую, вот, которая у нас находится в почках, вот, это уже из таких деталей практик. Тем не менее, это возможно делать. Ну и, конечно, когда мы находимся в ровном состоянии, мы принимаем какие-то решения уже, ну, более спокойно, ровно, да, там, обдуманно, не нервничаем, там, по каким-то, там, принятиям решений, там, и так далее, да. Вот, и всё вот это вот позволяет нам, ну... Именно восточные практики. То есть я правильно поняла, мы расходуем свою вот эту вот витальную жизненную энергию на чрезмерные эмоции? Да. Очень часто негативно. Я сегодня утром еду на работу, сталкиваются две машины утром, ну, вы понимаете, какие эмоции переполняют водители. Один куда-то спешил, у другого была новая машина, они выходят, смотрят друг на друга. Я понимаю, что сейчас им вот прямо хочется сказать друг другу добрые слова с добрым утром, да. Но, по-видимому, они тоже увлекаются восточной практикой, они-то как-то миролюбиво разошлись по своим машинам, видимо, вызвали представителей ГИБДД, сели спокойно. А я уже, пока мы в пробке-то стояли, они всю дорогу загородили, я думаю, сейчас вот точно начнутся бои без правил. Андрей, я к чему подвожу? Вы человек, который профессионально долгое время своей жизни занимался спортом. Победитель профессионального турнира «Звезды» на тайском ринге, серебряный призер чемпионата России по тайскому боксу, да, чемпион региональных, областных, наверное, различных-различных чемпионатов соревнований. У вас, тем не менее, как у спортсмена, были в жизни периоды, когда вы могли себе сказать, устал, не могу, обесточен, обессилен, ничего не хочу, полная апатия? Этот период был до занятия спортом. Очень мне знакомое состояние, то есть, если начать с истории, вот, наверное, любого человека, кто занимается одиноборствами, скорее всего, в клуб, в какой-то зал человека привели вопросы к себе. Почему же со мной такое происходит? Почему я такой слабый? Почему я не могу сдать сдачи? Почему у меня нету сил? То есть, вот этот процесс обесточенности у меня начался с травмы во втором классе, мне сломали позвоночник. То есть, у меня был прямо вот компрессионный перелом, я лежал достаточно долго. И после этого восстанавливаясь, не было сил совершенно. То есть, все как-то выросли, все начали заниматься спортом, все такие успешные. У меня троечки, спортом мне заниматься нельзя. И вот до восьмого класса, где-то до четырнадцати лет, я пребывал вот в этом состоянии обесточенности. Очень мне знакомое. Видимо, мне помог процесс полового созревания, пубертат. То есть, вдруг внутри появились сначала силы задать себе вопрос, что же происходит. И потом уже на него отвечать. Я вот своей жизнью отвечаю на этот вопрос. Я начал заниматься боксом, хотя нельзя было заниматься. Спорчи запрещали. Ну, слава богу, спасибо тренерам. Начали со мной тренироваться. И вот так потихонечку, потихонечку, от тренировки к тренировке, от года к году, у меня начало это состояние улучшаться. Мне в жизни везло на людей. То есть, я попадал на хороших тренеров, которые занимались не только результатом, не только добивались, чтобы вот прямо чемпионы, все. О здоровье мы много говорили. Мой вот тренер Владимир Владимирович Луговец, у нас уже ныне покойный, к сожалению, всегда заботился о нашем уровне правильного состояния. Благодаря ему я знаю анатомию, физиологию. На тренировках постоянно об этом шел разговор, что с нами происходит. То есть, новичковый спорт три раза в неделю. Ну, допустим, понедельник, среда, пятница, ли вторник, четверг, суббота. Человек иначе не сможет восстанавливаться. То есть, есть так называемый термин суперкомпенсации. Когда мы потратились на определенном уровне, силы у нас немножко ушли вниз. За 24 часа они восстанавливаются, за 48 часов происходит процесс суперкомпенсации. Вот именно в этот период стоит позаниматься. То есть, не надо каждый день до износа? Каждый день сначала сложно, потому что организм не восстанавливается, и нас опять унесет в систему, когда я ничего не хочу, а пойду, пивка попью нормально. Чего посплю до 12 и хорошо. То есть, грамотно надо подходить даже к таким занятиям. Да, то есть, спорт, высших достижений, конечно же, совсем другие тренировки. Я дошел до 2 раза в неделю мы тренировались. Одна тренировка дополнительная, другая основная, но, тем не менее, сначала очень тяжело было. Зато потом... 2 раза в неделю или 2 раза в день? 2 раза в день. У нас всего 9 тренировок в неделю было, потому что среда и воскресенье были выходные. То есть, очень грамотный был построен тренировочный процесс моим тренером. И вот сначала было тяжело, как вот в части влагости, говоря, сначала горькое, потом сладкое. То есть, да, было горько, тяжело. Я помню, что просто к телу невозможно прикоснуться, все болело не от травм, а от перенапряжения. То есть, опять же мы говорим, да, но очень хотелось результатов. И благодаря вот тренеру, у которого горели глаза, он говорил, Андрей, у тебя все получится. У меня действительно все получилось. И сейчас вот этот процесс обесточенности меня не трогает практически никогда, потому что огромная база была заложена вот многолетней тренировкой. Но с 8 до 14 лет, 6 лет я знал, что такое обесточенность. Абсолютная, то есть абсолютная слабость. Это вам знакомо. Это мне знакомо. А вот сейчас скажите, как специалист уже, как профессионал, как тренер, да, как человек, который сам сегодня занимается, наверное, мальчишками и девчонками, которые приходят. Конечно, со всеми работаем. Да, вот вы встречаете людей, вы можете так вот, ну, знаете, как говорят врачи, например, да, многих специализаций, они говорят, я своих больных вижу сразу. Они еще только заходят, а я знаю, курит, значит, там то-то, то-то, да, или там другими какими-то злоупотребляют горячительными напитками. Вы вот этих людей, о которых мы говорим сегодня, как обесточенных, как людей, у которых вот эта апатия, вот это вот все, вот это вот такое отношение, да, Вы их видите? То есть вот есть такой симптомокомплекс, критерии оценки. Как вот посмотрите, сказать, ну, слабак. Ну, конкретно слабак, наверное, не скажешь, потому что можно будет посмотреть по уровням, начиная от головы и заканчивая стопами. То есть, по сути, завершив тренироваться единоборствами, я начал заниматься оздоровительными практиками. Это мне очень помогает сейчас в жизни поддерживать тонус определенный, форму. И пришло понятие правильной осанки. Единоборства, вот такие серьезные единоборства, в основном приводят к S-образному сколиозу. То есть S-образный сколиоз – это когда у нас позвоночник не просто кривой, а он еще и свернут. Еще и поварок-поворот. Боевая стойка, я правша, мне надо защищаться левым плечом. То есть я так и жил. И считал себя очень крутым, но я же чемпион, я же крутой. Да, грудь-колесо такая, да? Плечо-колесо. И вот сейчас с ребятами, когда мы начинаем заниматься, конечно, в первую очередь, после тренировки я слежу за тем, чтобы мы развернулись в другую сторону, рассказываем про правильную осанку. Гипотеза вообще вот сейчас в моей жизни, моих вопросов и ответов заключается в следующем. Соблюдение правильной осанки ведет к оздоровлению, исключает болезни. Если мы соблюдаем правильную осанку, мы про нее немножечко, наверное, говорим попозже, что для этого надо сделать, то поперечно-полосатая скелетная мускулатура нашего тела работает правильно. У нас не будет перенапряжений, у нас не будет перерастяжений. То есть у нас не будут тратиться силы на удержание определенной формы. Вот вы сказали, я сразу села ровно. Но вы знаете, я вам хочу сказать, вот со мной ведь согласятся там по ту сторону экрана. Ведь держать осанку, знаете, как это тяжело? Человеку, который мы же вот... Как приюмничка. Да, это вот вы сидите, у вас как будто бы там, знаете, что-то металлическое, да? Оно вас держит, да, стержень. А вы представляете себе, то есть я могу вот так сидеть минут пять, дальше это вот так. Два момента. Да. Два момента сразу хочется отметить. Совершенно верно. Осанку сложно держать. Но мы ее выработали уже такой. Нам было привычно. Особенно сейчас детки сидят в телефончике, такие с кругленькой спинкой. У них нет уже поясничного лордоза, у них гиперкифоз грудной, гиперлордоз шейный. Вот они такие сидят. Весь позвоночник неправильно работает. Соответственно, ждать от этого человека каких-то результатов физических вряд ли надо. То есть надо сначала ему восстановить правильную работу. Ну, покажите, как хотя бы. У нас ведь пять минут осталось. Всем бы порекомендовал просто сидя, даже можно не вставать. Мы садимся на краешек стула или диванчика. Почувствуйте свои стопы. Это неважно, каблучки или не каблучки. Если вес немножечко направить вперед, у нас грудная клетка сама откроется. Если вы теперь обратно вес уберете, вылезет животик, плечики накроются. Вот здесь вот худеть животик совсем не получится, потому что складочки всегда останутся. Если же мы вес перевезем вперед, грудная клетка откроется и животик сам натянется. Это первое. Второе. Ни в коем случае нельзя осанку выправлять лопатками. Очень часто говорят, что вот ты такой вот скрюченный. Ну-ка давай, косаночку. Лопаточки сведи. Раз, лопаточки свели. И правильно, осаночка. Повышенько, да, такая страна. Все делаем позвоночником. Теперь почувствуйте точку на макушке, которая пошла наверх. И далее самое сакральное для нас то, что касается уже глубоких восточных практик. Мы себя чувствуем и мы расслабляем боковые поверхности шеи, трапеции, мышцы, поднимающие лопатку, верхние ромбы. Почувствуйте, как лопатки и плечи. Плечо, кстати, это не вот это. Плечо это вот это, плечевая кость. Плечи и лопатки опускаются вниз. Под собственной тяжестью. Если мы это прочувствовали, можно чуть-чуть прикрыть глаза и расслабить лицо. Почему лицо расслабляется? Лицо нервируется одной парой лицевой нервов, их всего 12. Если мы расслабили лицо, автоматически расслабляется поперечная полосатая скелетная мускулатура. Это физиология. Теперь почувствуйте, как у нас плечики и лопатки опустились, и нам становится просто хорошо. Вдох становится легким, открывается грудная клетка, открывается живот, закрывается точно так же без напряжения. То есть я как будто пришла уже на занятие к вам. Смотрите, какая осаночка. И здесь еще есть успокоение. Снимите меня с этой осаночкой красивой. Сними меня, Сережа, пожалуйста, с этой красивой осаночкой. А вот для того, чтобы ее оставить и сохранить в себе, мы используем еще практику гуаша. Есть некоторые снимки, если у вас получится, вы, может быть, потом покажете. Она выглядит страшно, эта практика, потому что там прямо синяки и пятна. Бить будете, дядяка? Нет, нет. Это скребковая техника, известная уже более 3000 лет, китайская. Но она настолько хорошо прорабатывает все мышцы, включается процесс регенерации, так называемая аутогенная иммунная терапия. Человеку надо, конечно, немножко потерпеть, но зажатая мышца, она скована. То есть приходится с ней постоянно бороться, она обратно, бороться, она обратно. Я бы рекомендовал сначала ее вычистить техникой гуаша, а затем уже по новой учить. Легче будет, она не будет сопротивляться. Мне почему-то вам хочется верить, во-первых, потому что вы спортсмен, во-вторых, вы хорошо говорите. Чувствуется образование. Вы заканчивали что-то, наверное, еще и... Я совсем недавно закончил наш Уральский государственный университет физкультуры по кафедре адаптивная физическая культура. Я даже годик преподавал, меня попросили, но потом по времени просто у меня не получилось, занятость достаточно большая. Петерышником были? Красный диплом. Мне же интересно. Замечательно. Слышите, у нас временем пока одна минута. Наталья, есть... Вот вы сегодня продавал узкие практики. Есть что-то у вас, какая-то скорая помощь для себя, чтобы вот как-то себя наполнить немножко, если вы чувствуете, что ну вот совсем прямо расслаблены плохо? Буквально у нас одна минутка. Самая простая скорая помощь для того, чтобы привести себя в ровное состояние, можно просто сесть, положить ручки на живот, опустить внимание в живот и просто подышать, прислушиваясь, как живот расширяется, собирается, расширяется, собирается. И этого достаточно будет. И вы чем больше углубляетесь вот в это чувствование, вы успокаиваетесь, уравновешиваетесь, вам становится хорошо. И мы успокаиваемся, уравновешиваемся, нам хорошо, и мы чувствуем, как, наверное, снова энергия. И из этого, да, состояния уже можно снова наслаждаться жизнью, творить. Последний вопрос к вам. Вы занимаетесь и с мальчишками, я имею в виду, какого возраста? Потому что вот сейчас нас смотрят, да, у меня сегодня специалисты здесь, которые занимаются восточными практиками, и можно возвращать энергию. Но энергию-то мы взрослые люди, у нас проблемы с энергиями. У детей иногда энергии бывает переизбыток, да, у них другие могут быть. Это как раз, да, это как раз там сколиозы какие-нибудь, да, это еще что-нибудь, там, гиперактивность, это невнимательность, и они приводят и говорят, слушайте, ну, как-то вот давайте так, чтобы он как-то гармоничной личностью. Вот скажите мне, пожалуйста, любого возраста вы, как специалисты, беретесь? Я немножко устал от детей, я в школе много работал, поэтому я сейчас, конечно, работаю с подростками, со взрослыми, можно довести, мне не надо, с детьми надо играть. Мне сейчас интересно разговаривать, мне интересно объяснять основы физиологии своим ученикам. Это, конечно, требует уже определенного возраста, уровня мышления, развития. Понимания уже, конечно, чтобы они. Это просто, это пока такие вопросы. Я думаю, со временем приду и к деткам. Ну, возможно, да, он придет, потому что на самом деле у него очень хорошо получается общаться с детьми. Да, я вижу. Я вижу. И они достигают действительно хороших результатов, и им нравится этот процесс тренировок. Ну, когда ты приходишь и ты знаешь, что твой тренер – это чемпион, это победитель. Есть доверие. Во-первых, человек уже сам доказал, во-вторых, у него еще и сейчас уже и образование соответствующее. Ну, и просто он детей любит. Да, и просто он обаятельный человек. Спасибо большое, что сегодня пришли. Я понимаю, что зрителям нашим не хватило всего того объема информации, потому что здесь много можно говорить о том, как себя наполнять или как себя разгружать, или как себя расслаблять. Да, разные у нас есть запросы. Но, значит, есть надежда, что придете к нам еще раз. Спасибо вам большое. Вас спасибо. Ну, а я напомню, что это была программа «Здесь и сейчас», и мы сегодня говорили о здоровье. Мы говорили сегодня о том, как восстановить свою жизненную энергию, если вы чувствуете себя обессиленным с помощью восточных практик. Всем самого доброго, будьте здоровы и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин